Музыка Выращивание рассады – дело хлопотное. Грунт приготовить, землю обеззаразить, семена заколить, а потом посеять. Появились сходы, нам говорят, надо пикировать, пересаживать, да еще и не раз. При такой информации даже бывалый огородник может подумать, что рассаду лучше купить потом. Тем более, ее выбор весной очень разнообразен. У каждого садовода есть свои проверенные способы. И сегодня я с вами поделюсь вариантом посадки семян и выращивания рассады, при котором время затрачивается минимально. Он подходит для тех, кто стремится с небольшого количества кустов получить максимальный объем плодов. Ведь богатый урожай зависит не от количества, а от качества и ухода за растениями, а также правильной агротехники. Музыка Для этого нам понадобятся вот такие стаканчики. На дне у них есть отверстие. Оно выполняет две важные функции. Первое, через него уходят излишки влаги при поливе. А второе, оно позволяет безболезненно пересаживать рассаду на основное место роста. Приобретая их один раз, мы будем ими пользоваться многие годы. Но в принципе подойдут и любые другие емкости по объему примерно 250-300 мг. Итак, определились, что мы будем сеять и сколько нам нужно кустов данной культуры. Из этого расчета берем столько же стаканов. Набираем грудь в емкости. Как правильно это делать, вы можете посмотреть в наших видео, пройдя по ссылке вверху или под видео. Но обращаю ваше внимание, что землю в стаканы при посеве насыпаем не до краев. Это мы делаем для того, чтобы когда придет время, мы могли добавить ее безболезненно для растений. И нам не пришлось их пересаживать. И здесь мы отмечаем первое преимущество нашего способа. Это то, что наша рассада не пересаживается, пока не придет время высадки на основное место роста. Идем дальше. Сеять мы будем не одно семечко в стакан, а два. После того, как взойдут наши всходы, мы проведем анализ. Ведь именно на этом этапе видно, какие растения будут крепкие, а какие слабые. Так как самые первые всходы – самые сильные в будущем растения. Например, сейчас мы видим, что из двух семян одно проросло с хорошим потенциалом, оно было первое, само сбросило кожуру. Второе, в свою очередь, без помощи этого сделать не смогло. И здесь у нас есть выбор. Мы смело можем убирать ненужное растение. Совет. Удаляйте любую лишнюю рассаду всегда ножницами. Не выдергивайте с корневой. В случае, если вы будете тянуть ее за стебель, вы можете повредить корень у второго всхода и замедлить его развитие. И второе преимущество нашего способа – это то, что мы отсеяли плохую рассаду на раннем сроке и безболезненно для второго растения его убрали. А значит, существенно сэкономили время и урожай получим гораздо раньше. Некоторым культурам пересаживание идет на пользу. Но здесь надо понимать, что любое вмешательство в жизнедеятельность растения забирает у него время на восстановление, иногда от 7 до 10 дней. В этот период рассада привыкает к новому месту жительства, набирает силы, восстанавливается и только потом продолжает расти. Сначала развивается корневая система и только потом появляются новые листики. Итак, наши культуры будут развиваться в этих емкостях до основной пересадки. И только примерно недели через 3 или 4 можно будет добавить земли в стаканчик. Это мы делаем в том случае, если рассада вытянулась или ей стало мало места. Данная процедура также затормозит немного ее рост, но в любом случае это наиболее щадящий вариант. Хорошей вам рассады, дорогие друзья, и богатых урожаев! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, мы будем вам рады!